Светлые гости на светлом радио С нами Владимир Хоменко. Владимир, добрый день. Добрый день, добрый вечер. Я думаю, что мы сегодня поговорим о делах и о наших размышлениях, о вашем личном опыте, Владимир. Я слышал, что вы принимаете участие в молитвенном служении. Есть такая информация. Расскажите о «Я» и «Молитва». У нас в общине есть различные, скажем, молитвенные проекты. Вот как координатором одного из которых я являюсь, это я несу ответственность за молитву на ретритах нашей общины. Это время, когда наша община полностью отделяется от, скажем так, привычных дел, привычного круга занятий для того, чтобы... Люди собираются, чтобы помолиться. Да, это молитвенное мероприятие. Это все оставляют свои обычные повседневные дела для того, чтобы поститься, молиться. Но с чем... Ну а с чем связана эта ответственность? Кто-то скажет, что существует много ответственности. Но в принципе молитва – это разговор с отцом. Но ведь ни для кого не секрет, что подход у людей разный и опыт совершенно разный. Поскольку у нас на ретритах собираются много людей из разных городов, церквей из разных стран, в общем-то, и много молитвенников приезжает, Моя задача, скажем, состоит больше в том, чтобы организовать этих людей и для того, чтобы какая-то происходила молитвенная череда, что ли, такое как служение, чтобы молитвенники могли меняться, чтобы держать фокус молитвы, чтобы вот та ключевая тема, скажем так, которая определена на дни вот этого поста и молитвы... Молитва о чем-то конкретном? Конечно. Мне это напомнило о том, что пишет апостол Павел о разговоре на иных языках. Или пророчество в церкви, да? Кто-то должен отвечать. Говорите двое, наибольшее трое, чтобы кто-то объяснял. Так же и пророк по очереди друг за другом. Вот, например, последний наш ретрит, который был не так давно, но его тема была восхождение в Божий триумф. И с этой темой были связаны все молитвы, проходили в ключе вот этого вот девиза. Восхождение в Божий триумф. Отрыв от всего старого, разрыв с прошлым, разрыв страхов, сомнений, неверия, смущений, безнадёги какой-то в жизни людей. Это стремление в небесный Иерушалай. Вы что-то переживаете на этих встречах? Хочется расспросить, всё-таки это вложение, вложение денег. Люди вкладывают своё время. Нужно оторваться, выехать, желательно вместе куда-то за Киев. И всё это связано с определёнными жертвами, с определёнными отношениями. Цель. Я понимаю, что вообще существует какая-то сила в том, когда люди собираются вместе. Вот я и моя семья. Мы всегда молимся. Но что вы переживаете? Есть ли какие-то сдвиги в церковной жизни, в личной жизни после таких встреч? Конечно. Или это просто переживание многих эмоций, и потом ты вновь не хочешь возвращаться в рутину, но приходится? Скажем так, конечно, не хочется возвращаться в повседневный круг жизни, потому что то время, молитвенное время, когда ты постишься, когда ты ищешь Божьего лица и переживаешь особенную близость и особенное Божье присутствие. Конечно, такое место не особо хочется покидать, но мы все прекрасно понимаем, что молитва и вот эти вот ретриты – это как, ну, в некотором роде, если можно так выразиться, подключение к розетке. Для того, чтобы мы могли зарядиться, и потом то, что мы получаем там от Бога, вот этот глоток жизни, глоток света с небес, мы могли передать это другим людям, которые нас окружают. По сути, в общем-то, ну, цель нашей жизни здесь, на земле, является донесение Божьего Слова, донесение помощи людям в их спасении. Сколько бы мы еще не разговаривали, как хорошо и как приятно быть братьям и сестрам вместе. Светлые гости на Светлом радио. С нами Владимир Хоменко. Владимир, в Евангелии есть такая фраза – «Кому многое прощается, тот много любит». Я слышал, что вы пережили в своей жизни грандиозное проявление Бога. В вашем спасении и освобождении от наркотической зависимости. Если вы не против, я бы хотел с вами поговорить об этом. Я верю, что, ну, если люди какие-то услышат, ну, мою историю, я верю, что это поможет им найти Бога в своей жизни. Несомненно, разные наркотические зависимости – это бич постсоветского времени в наших землях в большей степени. И Валерий Короб, здесь много людей, даже есть посвященные этому передачи. Он говорит, что таким образом искал чего-то потустороннего. Кто-то сказал, я не помню, кто-то из известных, по-моему, Клайв Льюис, что человек, который бежит в бордель, на самом деле ищет Бога. Он бежит на свидание с Богом. Он просто об этом не знает. А что бы вы рассказали? Как вы попали в эту зависимость? Что вы искали? Или это было спонтанно и случайно? Я не могу сказать, что я чего-то искал. Скорее, это было любопытство. В общем-то, любопытство юноши мне на тот момент было, ну, еще не было 18 лет. Вот. И для меня, ну, наркотики тогда, это был 1984 год, ну, не было, скажем так, никакой информации о наркотиках. И, в общем-то, на тот момент мало кто знал вообще, что такое наркотики, с чем их едят, какие-то есть от этого последствия или нету. Вот. Чем таинственнее все это было, тем интереснее для подростков. И был просто интерес. Хотя, вот, в определенной степени мне было, конечно, и страшно пробовать это первый раз. Ну, любопытство пересилило. Как долго в вашей жизни была зависимость? Ну, почти 17 лет. Просто у каждого по-разному. Я слышал, что в зависимости так долго не все люди живут. Я не могу сказать, что я с первого, как говорят, от звонка до звонка. Я не кололся каждый день вот в течение этих 17 лет. Понятно, что у меня были какие-то перерывы. Вот. Я несколько раз, ну, пытался, по крайней мере, освободиться от этой зависимости. Я уходил в армию, я служил в армии два года. Я не употреблял наркотики. Потом, после одного из лечений в Одесской, в общем-то, психиатрической клинике, у меня, ну, был тоже там период такой, где-то около двух с половиной лет, по-моему. Двух-двух с половиной, когда тоже я не употреблял. Ну, это время я страшно пил. Вот эти вот все годы, которые я то ли пил, то ли не пил, было употреблял опиенные наркотики и какие-то еще разные там таблетки. Вот. И был какое-то время полинаркомания. То есть, единственное, что могу сказать, что просто меня Бог сохранил. Ну, я другого просто, ну, как ответа не вижу. А сейчас как давно вы свободны? Сколько лет вы уже не употребляете? С 2001 года. С 16 апреля 2001 года. Вы даже помните дату? Я абсолютно четко помню вообще весь этот день, фактически поминутно. Это настолько знаковое событие в моей жизни, ну, оно так отложилось в моей памяти. Я помню полностью хронологию этого дня, что со мной происходило, как происходило. Просто интересно, что вы говорите даже, что ходили в армию, не употребляли. Но вы все это считаете периодом употребления. Сейчас вы четко говорите о том, что это было в прошлом. Что произошло 10 лет назад, в тот день? Со мной не произошло ничего похожего, как, например, то, что произошло с апостолом Павлом, когда он шел в Дамаск. Голосов не было? Голосов не было. Не было сияния с неба, не было громогласных каких-то слов. Наверное, что-то щелкнуло внутри? Не могу сказать даже, что клацнуло. Просто произошла такая вещь, что после, ну, я не помню уже по счету, в общем, очередной какой-то моей пробы и попытки оставить эти все дела, связанные с наркотиками, и очередной крах и провал этих желаний, поисков оставить наркотики, как уже какая-то конечная, ну, такая точка. Это то, что мама меня повезла в город Белая Церковь, в реабилитационный центр. Вот. И когда я туда приехал, то есть я ехал туда, ну, как в очередное какое-то место, где я могу, ну, отдохнуть от наркотиков, какое-то время не поколоться, потом оттуда выйти и вроде чуть-чуть как бы оздоровленный и начать заново то, что я делал раньше. Вот. Но что-то произошло. Я не могу, ну, сказать, ну, действительно, не было ничего какого-то такого суперсверхъестественного. Мне просто не захотелось оттуда уезжать. Это было какое-то, ну, необычайное совершенно ощущение. Я, ну, вроде бы как почувствовал себя цветком, который посадили именно в тот горшок, в котором он должен расти. Это было какое-то такое удивительное переживание. На третий день, когда я там находился, ну, это атмосфера, это, ну, атмосфера принятия, атмосфера дружбы, атмосфера семьи. То есть как-то с ребятами мы сразу нашли, ну, как общий язык, что ли. Вот. И на третий день я просто вдруг абсолютно ясно в моей голове возникла такая мысль. Я не хочу курить, я не хочу ругаться, я не хочу употреблять наркотики, мне не интересен алкоголь. То есть это ощущение внутренней свободы. И это не просто, ну, как бы ощущение внутренней свободы, но это когда ты ясно и четко знаешь, что тебе это не нужно. Ну, словами это тяжело описать, это переживание. Это, ну, вот так. Я просто знаю, что я этого не... Всей своей сущностью. Я знаю, что в мою жизнь пришло что-то или кто-то, ну, уже кто сможет, ну, просто перевернуть меня. Вот все. Это то, что произошло со мной и то, что я пережил. И, ну, оно дало мне силы и надежду. Я как-то так обратил внимание. У нас реабилитационный центр был на первом этаже, арендованная квартира. Я каждое утро просыпался. И поскольку весна такая была чуть-чуть дождливая, апрель месяц как раз, вот уже вторая половина апреля, и я слушал шум дождя. Я открывал окно и слушал шум листьев, вот как листья шелестят, как дождь бьет по листьям, как поют птицы. Вы так рассказываете, словно вы это все слышали впервые в жизни. Действительно слышал, как будто бы первый раз в жизни. Я вдруг понял, что я этого всего не видел никогда. Вот этой красоты, вот это то, что, ну, меня окружает вообще, насколько прекрасна жизнь. Потому что, ну, всю сознательную часть жизни я, ну, посвятил, в общем-то, ну, злым делам. И, ну, меня сопровождала, по сути, смерть каждый день. Вот. Любой наркоман, любой человек, который употреблял, он знает, что можно в любую минуту, ну, умереть от передозировки, от каких-то еще моментов. Поэтому, конечно, мое внутреннее состояние, когда я, ну, слушал и слышал вот эти новые звуки, когда я вдыхал эту жизнь, когда я слушал эту жизнь, это, ну, меня все больше и больше это переворачивало. И я все больше и больше осознавал, что я никогда не хочу возвращаться туда, где я был. Светлые гости на Светлом Радио Светлые гости на Светлом Радио Мы по дороге долго шли с тобой, нарисовав рассвет. Светлые гости на Светлом Радио Кричала мне «Постой!» Кричала мне «Постой!» Кричала мне «Постой!» Ты грел сердца рисованный рассвет, ты грустно, ты любви нет. Светлые гости на Светлые гости на Светлом Радио Кричала мне «Постой!» 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 Светлые гости на Светлом Радио. С нами Владимир Хоменко. Говорим о его жизни. Сейчас говорим об освобождении от наркотической зависимости. Как вы пришли к вере? Мама моя в свое время попала в церковь «Слово веры». Это там, где еще служения проходили в ДК Королева. Это какой-то, не помню, 95-й или еще какой-то год. Был, в общем, на разгар такой моей дружбы с наркотиками. И мама испробовала уже все методы. Все методы уже. Она пошла, услышала, что вот там Бог освобождает наркоманов. И она туда пошла. И она ходила туда. И она там молилась на собраниях. И на домашней группе, куда она ходила. И просила ребят из реабилитационного центра молиться за меня. И периодически я как раз жил в то время в Одессе. У меня родители в Киеве. И она, приезжая ко мне в Одессу, она все время говорила мне о том, что есть Бог. И что Он готов, в общем-то, прийти в мою жизнь и ее изменить. Но я, как многие, в общем-то, тоже говорил, мама, какой Бог. Зачем он мне нужен? У меня, в общем-то, есть свои какие-то дела. И, ну, не хотел ее слушать. Как-то так складывались обстоятельства, что все-таки, ну, так или иначе, получилось у меня попасть на собрание киевской еврейской мессианской общины. Тогда собрание проходили в клубе «Пищевик» на Подоле. Привел меня туда один мой друг. Мы с ним вместе употребляли, в общем-то. И он привел меня на это собрание. И говорит, Вова, вот я вот начал ходить. Наверное, что-то у нас получится. И привел он меня на это собрание. На этом собрании я первый раз помолился такой молитвой. «Боже, если ты есть, измени мою жизнь». И вот, как только этой молитвой помолился, у меня началось. Светлые гости на светлом радио. С одной стороны, работал Бог в моей жизни, но, с другой стороны, противник также меня не отпускал, потому что это было время, когда было у меня три попытки суицида, в общем-то. И, то есть, враг хотел, ну, реально меня поразить. Ну, Бог. И я ему очень благодарен за это. Все-таки сохранил меня. И милостью своей довел до дня моего покаяния, до дня нашей встречи. И, в общем-то, и так вот это все произошло. Я разумею, что... Это был тяжелый путь. Я понимаю, что в жизни человека община, община людей, которые верят вместе с тобой, живут и делятся всем, имеет очень большое значение. Вы сказали, что вас друг пригласил именно в эту общину. И я хотел спросить, знаете ли вы почему? Возможно, часто бывает так, что там уже были люди, которые пережили освобождение. Когда человек в этой проблеме, он ищет не просто какую-то церковь, а людей, которые их очень хорошо понимают. Которые бы сказали, знаешь, брат, я тоже. Но, словом, это даже без слов видно и чувствуется. Саша, который меня туда привел, вот этот мой друг, он привел меня потому, что он, ну, сам, скажем так, в определенное время оказался под опекой этого служения. Вот, людей, которые, ну, хотели... Помочь. Да, и помогать. И вот он пережил это, ну, наверное, принятие вот это вот переживание вот этих людей за его жизнь и желание помочь. То, что он пережил, оно потом перешло и как бы отложилось в моей жизни. Я когда приехал, например, из реабилитационного центра уже в Киев, то есть я там, в общем-то, прожил полгода, и у нас с ребятами там было желание оставаться и дальше служить в этом реабилитационном центре. Но так сложилось, что мне пришлось вернуться в Киев. Я когда приехал, у меня не было абсолютно никаких сомнений, куда мне вообще идти. Община растет с тех пор? Много ли людей уже за это время с наркотическим прошлым освободились и присоединились к вам? Достаточно много, достаточно много. Не может община не расти, потому что... Если жива, здорова, есть любовь, взаимоотношения, тогда да. Усилия, если усилия людей направлены на то, чтобы исполнять волю Божью и участвовать в спасении других людей, ну, не может не расти тогда община. Мне кажется, что этот принцип Иисус сказал, что все узнают, что вы мои ученики, если увидят между вами любовь. Человек приходит и смотрит. Если он чувствует эту ауру, он понимает, мне хочется сюда приходить, мне хочется быть с этими людьми, потому что я вижу, они во мне заинтересованы. Да, ну, здесь очень помогает то, что ты сам когда-то пережил, и ты сам когда-то был выброшен, ну, я извиняюсь за такое выражение, на помойку, вот, в сточную канаву, и ты в ней достаточно долго жил, в общем-то, и когда ты встречаешь таких же людей, то, ну, не знаю, естественное желание помочь им, потому что ты сам когда-то это пережил. Но эта помощь сильнее, когда плечо о плечо. Много людей с одинаковым прошлым и с таким самым сегодняшним, освещенным и новым. Светлые гости на Светлом Радио. Владимир Хоменко. Владимир, расскажите, пожалуйста, о том, конечно, что не секрет, о сегодняшней вашей жизни. Существует хобби, но мы назовем это увлечением. Что занимает ваше время? Чем вы занимаетесь в вашей жизни? Чему посвящаете свои силы и энергию сейчас? Каждый день этой осени. Я очень люблю, как это ни странно, огнестрельное и холодное оружие. Я очень люблю охоту, рыбалку. Я очень люблю внедорожники. Я очень люблю русскую баню на дровах. Я очень люблю хороший братский коллектив. Я очень люблю качественный отдых. Вот, в особенности на природе. И как-то интересно сложилось, что, зная обо всем этом, Бог мне доверил в общине такое служение, как директор базы отдыха, которая принадлежит нашей общине. Вот уже на протяжении десяти лет, по милости Божьей, опять же, имею такую возможность, в общем-то, вот те хобби, которые у меня есть. Реализовывать и служить другим. Я когда вас слушал, у меня возник вопрос, что мы дадим возможность сперва выйти в эфир нашим слушателям. Телефонный звонок. Приветствую вас. Приветствую. Божьих благословений. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот стоим в вере, у меня вот на сестры племянник в зависимости никак не хочет прийти к Богу и вообще отказывается. В другой семье мать родила дочь. Она 15 лет была наркоманкой, но Господь помог ей, но она не понимает это и тоже не хочет принять спасение. Как быть в таких случаях? Мы молимся, но как на это смотрит Бог? И как еще лучше стоять в молитве за них? Пожалуйста, спасибо. Спасибо большое. Ну, я думаю, что Бог продолжает и смотрит на них, как милующий отец, как отец милосердный, любящий. Слушатели, которые заинтересовались, после интервью могут звонить. Более, ну, как бы, такие должны глубокие быть советы, потому что ситуация на ситуацию не приходится. Я уехал, например, в реабилитационный центр. Я не понимал, что у меня проблема. То есть до тех пор все равно вот я продолжал и я думал, что у меня все нормально. И, ну, катализатором в этой ситуации послужило то, что родители закрыли передо мной двери. То есть наступил такой момент, когда меня просто не пустили домой. И я, находясь вот на улице, был взмышенный. Почти двое суток, голодный, без денег, промерзший там, и, в общем-то, на меня тогда сошло зрение, и я понял, я тогда, ну, я звонил домой, никто не брал трубку, и только там почти на вторые сутки отец взял трубку, я говорю, а что происходит? А он мне говорит, а что ты думал, что всегда ты будешь так нас мучить? Все, ты принимай решение. То есть это было ключевым моментом в моей жизни. И я теперь абсолютно точно знаю, что... Что они правильно сделали. Сто процентов правильно, потому что, ну, если бы они этого не сделали, то... Так бы все и продолжалось? Я думаю, что не продолжалось бы, то есть я был бы уже в определенном месте, вот, скажем так, в деревянном ящике или в каменном, в этой, кубышке, в виде пепла, наверное, и все, то есть, и, ну, соответственно, тело мое, а душа моя, понятно, была бы где. Ну, и понятно, какое бремя несли бы родители. Для них, возможно, это было тяжело, но они пошли на это. Конечно, этот шаг спас меня и, в общем-то, спас всю мою семью, потому что, ну, сейчас очень хорошие и серьезные перемены происходят и у моей сестры младшей, с которой, кстати, тоже у меня не было никаких взаимоотношений, и которая меня ненавидела, и сейчас это все восстанавливается, и Господь наши, ну, взаимоотношения исцеляет, и просто все новое, и с отцом, и с мамой, ну, очень серьезные за эти годы произошли перемены и продолжают происходить, поэтому такие вот иногда ключевые и серьезные, и, может быть, жесткие, и даже где-то жестокие решения, но они, в конце концов, приносят жизнь. Благодарю, Владимир. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ты обязательно должен услышать единственную в Украине музыкальную FM-радиостанцию уникального формата. Авторские программы, ток-шоу в прямом эфире, новости, программы для детей и проповедь Слова Божьего. Радио «Эммануил» объединяет своих радиослушателей для служения благовестия и помощи пожилым и одиноким людям. Регулярно посещаются детские дома и интернаты. «Эммануил» значит «С нами Бог». Вы мне відновили життя, просто, вы знаете, не могу відірватися от вас. Прекрасное светлое радио, которое у нас столько любви, столько добра, столько тепла всем людям, кто этого потребует. Если ты не в Киеве и Киевской области, слушай нас через спутник «Сириус-4» или через официальный сайт «Радио Эммануил» www.svitlo.org Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды!